привет народ сегодня с вами снова я евгений пугович мы с вами на данном канале как всегда говорим о бариатрии бариатрических операций о похудении здоровом образе жизни и только сегодня речь пойдет о препарате сексенда я попробую вам объяснить почему он не работает для некоторых из нас значит для начала те кто меня знает вы мне знаете те кто нет я тот кто прошел 2 бариатрической операции и за 4 месяца примерно я уже с помощью благодаря препарату сексенда сбросил больше чем 20 килограмм ребят без спорта вообще полностью без какого-либо спорта и даже без пеших длинных прогулок все почему потому что у меня вот чем-то тому назад был инфаркт и в моем случае у меня немножко особый инфаркт мне немножко запретили заниматься спортом полностью так вот у нас группе есть много интересных людей персонажей которые говорят что для них сексенда не работает я сейчас мы прояснить почему если хотите присоединиться к нам группу добро пожаловать велкам есть ссылка под каждым роликом вы можете к нам присоединиться в наши ряды также пообщаться со мной с другими зрителями и подписчиками значит почему в некоторых случаях сексенда не работает ребят я еще раз говорю я не медик у меня нет медицинского образования я конкретно говорю только свое мнение мне кажется что у меня получилось понять как же все-таки этот препарат работает и знаете это как примерно бариатрическая операция к чему их к чему я веду ребят это комплекс это не что-то вот это не волшебная палочка то же самое когда вот ребята говорят я сделаю бариатрическую операцию и вес сам пойдет вниз ребята он не пойдет сама не сдам понятно что первые месяцы полгода даже год вы будете терять вес а что будет потом поймите препарат конкретно вот это вот я сейчас не буду вам объяснять про бариатрическая операция если хотите посмотрите у меня есть много роликов на эту тему я буду говорить конкретно про сексенду ребят это то же самое что я еще раз говорю про сексенду для похудения не для они против диабета да мы знаем что от препарат конкретно он против диабета и одна из его побочек это потеря веса поймите когда вы приняли решение что вы хотите худеть вы хотите потерять вес это комплекс вы не можете сделать только что-то одно к примеру что такое авария на автомобиле это несколько ошибок то есть это не одна ошибка это две ошибки и больше то есть к чему я веду допустим вот игры жилье как-то так вот авария сюда как связано объясняю когда мы говорим об аварии на автомобиле это две ошибки больше к примеру какие две ошибки могут быть самые распространенные первое это неправильно скоростного режима второе не обратил внимание то есть если вы допустили одну ошибку то как правило аварии не будет если вы допустили 2 или больше то авария тогда к сожалению может произойти то же самое с лишним весом ребят когда вы хотите похудеть да и вы начинаете колодца всякие препарантами там и не только сексенда из также аземпики еще парочку это прямо комплекс поймите когда вы принимаете вот эту вот штуку эта штука помогает вам снизить аппетит то есть у вас аппетита почти нет но если есть у человека психологические моральные другие проблемы он может и не похудеть или же похудеет там на пару килограмм и все веса становится и человек перестанет худеть есть еще такая одна штука я в роликах до этого говорил ребята выкиньте весы нафиг потому что весы это не то к чему вы должны стремиться вы не должны стремиться к какому-то номеру конкретному на экране весов а к результату что я вам говорил ребята то же самое что вот с весом да вам нужно смотреть за вашими объемами почему когда человек начинает терять вес он как правило начинает чуть больше двигаться и мышца начинает увеличиваться а что мы знаем мышца имеет вес то же самое как эффект плато когда про которое рассказывал и не только я что вот у вас вес стоит и не туда не сюда ни вверх ни вниз или может быть в вверх и вниз там качели килограмм два смотрите ребят по вашим объемом окей объемы это важно не важен вес вес это бонус но номер который вы увидите вам главное это объемы теперь как же сделать так чтобы сексенда работала ребят сексенда это комплекс это не просто вы взяли укололись на а также вы должны понимать что не надо жрать ok и даже если вы решили покушать даже хорошо покушать ребят попробуйте кушать более здоровую более правильную пищу теперь все говорят правильная пища что же такое правильная пища что же такое правильное питание или как у вас говорят pp ребята это значит все очень просто вы когда смотрите на вашу порцию на для начала количества порция должна быть не очень большая конкретно что я советую это придерживаться правило количество еды это один одноразовый стаканчик на вот возьмем там для кофе для чая эти стаканчики небольшие у меня тут сейчас стаканчика нету я бы вам показал и вам надо стремиться к этим объемом теперь что же в этих объемах кушать вы скажете женек такой я буду кушать тортики буду кушать такой объем тортика бред это работать не будет правильное питание на самом деле все ребят есть такое есть такая фраза она очень интересная которая говорит что все гениальное просто я с ними согласен с теми кто придумал эту фразу потому что не надо сейчас придумывать колесо заново колесо уже и так придумали для вас я сейчас пытаюсь вам донести до ваших ушей до мозга что же такое правильное питание ребят правильное питание на самом деле все очень просто вы должны понять что ваша порция должна должна составлять примерно так 60 50 процентов от вашей порции должен составлять белок примерно 30 40 процентов должны составлять овощи и только остальные там 15 20 10 процентов неважно как вы это будете для себя делить должен быть углеводы то есть дам пример мы сейчас с вами приготовили порцию рыбу салаты пирожку примеру на вы вначале кушайте рыбу рыбу или же курицу неважно потом вы кушаете салати которую вы приготовили и только если у вас остается место место вы тогда берете гарнир гречка пирожка неважно только тогда вы берете в конце потому что если вы начнете кушать больше углеводов да а потом уже жир и немножко белка у вас все это будет идти в жир чтобы убрать жир нам нужно кушать белок нам тоже нам нужен этот жир естественно также жир есть и в рыбе и в мясе поэтому вы жир не потеряете я узнаем много подписчиков зрителей и не только которые говорят женек надо кушать там по калориям ребят я пытаюсь вам объяснить что можно жить и нужно жить хорошо и не нужно сидеть с калькулятором высчитывать вот эти вот все калории поймите если вы будете ориентироваться например на количество пищи один одноразовый стаканчик тогда все у вас будет работать теперь я вот много-много сказал наговорил на 7 минут а как же связано с этим секс энда это я между секс энда для похудения это всего лишь некий инструмент который понижает у вас желание кушать он снижает аппетит и если вы будете пользоваться секс эндой именно для и будете понимать что секс энда это не какая-то волшебная палочка кручу вершу запутать хочу бубум и вот она не будет работать она будет работать только тогда когда вы вы начнете прислушиваться к вашему организму и будете понимать что если вы уже поели вам не надо заканчивать порцию и знаю если очень большая проблема я это вижу просто еще раз я рос не в странах снг я рос и рос в израиле я это заметил и поступки круги мои не только что у многих людей есть привычка вот вам положили на на тарелку количество еды или вы положили вы должны это закончить ребят не надо в себя пихать реально не надо надо кушать понемножку почему я вот про это говорю ребята я был как свинья я весил 180 килограмм я знаю что это и не надо мне говорить что это тяжело ребята скажу такую вещь мне было тяжело не грушь то мне было легко и сейчас я не говорю что мне легко я также продолжаю то есть если бы я занимался еще спортом я бы похудел бы гораздо быстрее но мне к сожалению спортом заниматься запрещено поэтому кушайте не быстро кушайте медленно кстати еще небольшой патент как же вот вот все говорят женек вот вот все говорят надо кушать мало а как все на самом деле я не буду говорить просто но технически это несложно как решил я проблему у себя больших порций я прекрасно понимаю что когда я ем да мы сейчас уберем препарат изнять уберем сексен на секундочку в сторону когда я ем я прекрасно понимаю что чувство насыщения приходит немножко после то есть я могу вот уже объесться да и я чуть позже понимаю что я объелся как я решил данную проблему я с тарелками не заморачивался многие говорят возьмите тарелки поменьше может быть это будет работать я не спорю я отобрал у дочки своей маленькую игрушечную вилочку я просто поменял свои приборы столовые да понятно что когда прихожу на работу и не буду с собой брать маленькие вилочки ложечки и прочее нет когда я дома я кушаю маленькой вилочкой все это для чего для того чтобы я принял всовывал себя меньше пищи окей на всякий случай и таким образом я кушаю медленнее и чувство на насыщение ко мне приходит вовремя практически и еще одна такая вещь это вот реально это совет дружеский когда вы кушаете ребят уберите нафиг телефона уберите планшеты выключите телевизор когда вы принимаете пищу вы только принимаете пищу и вот так вы сможете насытиться при вы вы будете кушать вы будет получать удовольствие от еды на и вообще ребята прежде чем идти на какой-либо шаг допустим грейте вот я пойду сейчас куплю секс эндум и знаю что этот препарат не дешевый на я буду колоться все будет хорошо ни в коем случае ни в коем случае я прям призываю вас сходите к врачу чтобы врач а лучше чтобы это был в идеале врач эндокринолог как мы знаем ребят диетологи это не врачи на это не врач и самые лучшие диетологи это эндокринологи это врачи эндокринологи пойдите к эндокринологу сделайте анализы и только тогда если вам до зеленый свет пользуйтесь этим при этим препаратом и вообще в принципе если вы будете придерживаться всех моих вам это в принципе не понадобится попробуйте уменьшить порции я прекрасно понимаю что если иногда случай когда вот новый год или мы едем с друзьями на шашлыки вот скоро уже будет тепло у меня у нас уже тепло да у вас уже скоро будет тепло лето да и вот как так так вам никто не запрещает покушать оторваться оторваться можно оторваться нужно надо понять что еда это вкусная штука и не надо ее бояться просто вопрос что мы впихиваем себя и сколько мы впихиваем в себя